Здравствуйте, друзья! Я хочу показать вам одну заметочку, которую я вчера подгреб на Bloomberg.com. И вот вы видите здесь URL, я его сброшу в описании к видео, если вы захотите почитать. Но почему эта статья привлекла мое внимание? У нас очень часто, очень-очень часто задаются в комментариях вопросы о том, в какой штат поехать, куда поехать. Некоторые спрашивают, а как вот этот штат, а как вот тот штат. Вопросы все время задают. И тут вот буквально вот эта статья отвечает на очень многие вопросы. Поэтому я так вот ваше внимание к ней и привлекаю. Она называется, что население Соединенных Штатов растет почти во всех штатах. Почти в каждом штате. Надо сказать, что тут статистика публикуется. Вот вчера было и сегодня там по экономике очень интересные данные были за месяц. В общем, давайте вот мы пока на этом. Что нам пишут? Нам пишут, что население Соединенных Штатов выросло за год на 0,79%. Это примерно что-нибудь так, учитывая, что у нас тут миллионов где-то 330, значит, что-нибудь так на пару миллионов выросло население. Может быть, чуть больше. Да, даже больше, чем 2 миллиона. 2 миллиона с хорошим гаком. Теперь, значит, мы запоминаем цифру 0,79, потому что она нам еще пригодится сейчас. Итак, Норс-Дакота. Значит, да, Норс-Дакота. Такой вот интересный штат. И там у нас выросло население больше всего на 2,28%. Друзья, интересуетесь, вот, куда все движутся? Вот, пожалуйста, двигайтесь в штат Северная Дакота, если вам будет интересно. Значит, только в 7 штатах население понизилось. На самом деле, тут еще сказывается вот изменение в найме в связи с падением цен на нефть и так далее. То есть, это тоже немножко сказывается. Вот, теперь, значит, пошли дальше читать. А, а вот говорят, ну, дразнятся, дразнятся. Эй, говорят, те, кто Трамп поддерживает, смотрите сюда, слушайте сюда. Говорят, что у нас некоторая часть роста населения произошла за счет иммиграции. А, интернешнл, да, международной, значит, иммиграции. И это каждый год происходит, безусловно. Значит, ну, вот смотрим, что у нас получилось. Из 0,79%, значит, 0,36% у нас за счет иммиграции. Но это не за счет того, что беженцы миллионами к нам прибывают. Это за счет того, что люди женятся, семьи воссоединяются. То есть, там, львиная доля вот того, что произошло, это вот здесь. Это речь идет о легальной иммиграции. Вот, значит, что у нас говорят, что штат Гавайи у нас удвоился. Точнее, так, вдвое быстрее там растет, чем вот это. Там 0,71%. То есть, грубо говоря, очень много иммиграции идет в штат Гавайи, Хавайи. И дальше у нас есть много штатов, семь. Куда большой приток. Вот, иммигрантов. Нью-Йорк, Флорида. Массачусетс, Нью-Джерси, Коннектикот. Мэриленд, Хавайи. Вот, примерно, значит, на уровне там полпроцента. Хорошо. И дальше у нас есть еще между штатами. Тут должны быть данные, как люди между штатами путешествуют. Нет? Здесь нет. Ну вот, да. Значит, Северная Дакота, значит, там была самая большая миграция населения внутри страны. Вот, значит, там 1,35%. И за ними Флорида и Колорадо. Вот, как бы недалеко ушли от штата Норс-Дакота. Так что, друзья, интересные дела. Вот, если вам это поможет как-то определиться. Во всяком случае, если у вас будет интерес к этим штатам, вы можете на них более внимательно посмотреть, почитать. Но это вот то, куда движется народ внутри страны. Ну и другие новости. Все. Такая вот небольшая новостишка. Продолжение следует... Продолжение следует...